Всем привет, друзья! Хочу поздравить вас с Новым Годом, с наступившим 24-м годом и хочу пожелать успехов вам, здоровья вам и вашим семьям, деткам, успехов в ваших начинаниях, в текущих ваших делах, в общем, чтобы у всех все было хорошо. И 24-й год был лучше предыдущих нескольких лет, которые вы все прекрасно знаете, чтобы это все осталось позади, все выровнялось и все мы зажили в будущем, как в прошлом. Друзья, поэтому всех благ вам, с Новым Годом! А мы сегодня с вами рассмотрим кресло от компании Britex Römer. Я люблю очень эту модель, я не самый большой сторонник универсальных кресел, потому что это всегда какой-то компромисс, но и среди универсальных в топовой линейке есть очень достойные кресла, которые хорошо конкурируют с отдельными группами. Это яркий представитель такого варианта Advanced Fix Pro версия. Это категория кресла с 9 месяцев до 12 лет. А если вот точно технически, то смотрите, друзья, проще всего понять, что такое 1, 2, 3. Это 76 сантиметров до 150 сантиметров роста ребенка. Так будет проще, потому что возраст разный. Вот ориентируемся вот из этих вот исходных данных. Соответственно, что из себя представляет Advanced Fix? Это старшая версия в группе 1, 2, 3 у Britex Römer. Она совсем недавно еще обновилась. Там уже все было очень хорошо, но они никак не успокоятся. И вот решили еще обновить свою старшую линеечку. И на самом деле все пошло и на пользу. Здесь даже подголовник форму изменили, друзья. Поэтому здесь по мелочам, но довели ее практически до идеала. Давайте по поводу безопасности сразу закроем вопрос. В принципе, у Britex Römer я не знаю плохих кресел по безопасности. У них вот как-то была моделька, одна из первых Advanced Fix вышла, а потом только провели испытания, там что-то они провалили, быстро все переделали, все заменили, допилили, выпустили обновленную версию на рынок. И, соответственно, с тех пор вот все в них очень хорошо, вот в этой модели. Она очень безопасная. iSize Standard, друзья, он очень требовательный к перевозке детей, безопасной перевозке детей автомобилей. Поэтому этому креслу доверять можно максимально, потому что здесь использованы все технологии, которые использованы в бренде Britex Römer. На сегодняшний день все здесь стоит. Что касается усадки сюда ребенка, скажем так, и как его пристегнуть. Пятиточные ремни, друзья, они используются у нас для ребенка с 76 сантиметров до 100 сантиметров роста ребенка. У нас идут вход пятиточные ремни. Здесь на обратной стороне, кстати, есть очень приятная тактильная антискользящая поверхность. Она должна при ДТП чуть лучше зафиксировать ребенка, чтобы он не проскользнул и меньше травмировал ребеночка. Поэтому вот эта опция, она во многих креслах есть, но здесь она очень деликатная, скажем так, для ребенка. Некоторые неприятные на ощупь такие прям. А здесь прям вот классно. Ребенка напрягать не будет. Мягкие накладочки, соответственно, и на паховых зонах. Везде все это стоит по умолчанию, само собой. И мы пристегиваем ребеночка так до метра роста. А само кресло пристегивается у нас на изофикс. Соответственно, это я вам чуть позже покажу. Вот, регулировка ремня происходит, друзья, с помощью вот здесь вот кнопочка внутри. Вот смотрите, и запоминайте, пожалуйста, вот многие звонят в мир автокресел, уже купившие у нас кресло. И потом, как нам отрегулировать этот ремень? У нас ничего не получается. Они берут, там давят и тянут непосредственно за ремни, за вот это все. А оно не идет. Нет. Вот эта часть, она пришита. Нужно тянуть за отдельную часть, каждый ремень отдельно. Можно, в принципе, за два потянуть, но вот таким образом. Натягиваем, нажимаем, видите, и вытягиваем. Вот так нужно вытягивать, друзья, ремень. Ну, вдруг кто не знал, потому что очень много таких вопросов нам задают. Так, вот так у нас до метра роста, после чего эти ремни, друзья, они не демонтируются, а прячутся здесь под обивкой, есть специальная ниша, куда они прячутся. Вот это все убирается, и у нас превращается кресло в 2-3 группу, без вот этих ремней. И ребенок у нас пристегивается автомобильным ремнем, вот таким образом. Так, вот подголовники у нас, есть направляющий зелененького цвета в данном случае. Вот, протянули, пристегнули. И в этой модели, друзья, есть интересная фишка, сейчас я вам одну из них покажу вживую, а одну на фотографии. Вот здесь вот, в между ног у ребенка, вот этой вот в паховой зоне непосредственно, используется вот такой вот крючок, сейчас на фотографии всплывет, здесь просто все это нужно вытащить, чтобы его поставить. Вот, в который проводится нижняя часть ремня. Опять же, на фотографии сейчас вы видите. И это у нас дает возможность, скажем так, снизить нагрузку с живота ребенка на 30% благодаря вот этому фиксатору. Также у нас есть еще одна система, которая также у нас защищает ребеночка. Вот так сейчас я его достану. Вот, смотрите, XP-PAD. Вот мы сейчас с вами ремень здесь проводили. Он у нас имеет возможность установки с двух сторон, и справа и слева, где вы будете ставить. Пристегнули его, и сам ремень, друзья, проходит непосредственно здесь внутри. И вот у нас получается вот такая накладка вот в этой зоне. И, соответственно, это также снижает нагрузку с плеча ребенка при ДТП от самого ремня, друзья. Поэтому вот этим крючком и непосредственно накладкой XP-PAD пользуйтесь, пожалуйста. Многие даже не достают их сзади, просто тупо забыв об этом. Но купили зачем-то топовое кресло, а всеми возможностями не пользуются. Поэтому очень рекомендую, пользуйтесь, друзья, и одной, и второй системой, и будет вам счастье. Что касается еще безопасности. Здесь, кстати, новая форма подголовника. И он стал более комфортным, более эффективным. И он стал помягче, друзья. Поэтому это вот отличие еще от старой модельки, кстати. Так, смотрите, что касается... Это система SIG, так называемая. Она устанавливается со стороны двери непосредственно. Не со стороны салона, а со стороны двери. Поэтому в комплекте идет один. Здесь он не нужен, где нету двери. И в зависимости от толщины вашей дверной карты, здесь два крепления. Вы его ставите или вот так горизонтально, или вот так вот он больше торчит. Если у вас позволяет конструкция двери поставить вот так, ставьте вот так. Нет, ставьте вот так. Это система, которая рушится при ДТП, деформируется. Она одноразовая. Вообще кресло, если ДТП было, то они одноразовые. Как подушка безопасности. Она стрельнула, свою задачу выполнила. Все, мы ее меняем. Если еще автомобиль годен для этого. Вот, поэтому еще есть вот такая вот система. В общем, мы с вами разобрали, как у нас сидит маленький ребенок, как у нас сидит большой ребенок. И единственное, что добавлю, регулируйте подголовник всегда таким образом, чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев. Вот один палец. Вот есть расстояние подголовник к плечу. Все, это идеально. Больше, там три больше пальца, это ремень уже будет на горле. Очень опасно. Не злоупотребляйте этим. Что касается материалов, друзья. Эта ткань используется у них уже много лет. И не зря, потому что ткань заслужила хорошую репутацию, как экологически чистая, гипоаллергенная, не раздражает, приятная на ощупь. И долго не теряет товарный вид. Она износостойкая. Единственное, что важно, когда вы стираете его, стираете до 30 градусов, чтобы она не села, и вы не имели проблем потом ее обратно одеть. Вы ее не оденете. Это не гарантия. Поэтому имейте в виду. Что касается комфорта, очень хочу сразу сказать, потому что меня прям впечатлила толщина наполнителя. Друзья, здесь прям, ну я не знаю, вот столько, наверное, наполнителя. Очень мягкая сидушка. Прям вот очень мягкая. И в плане комфорта здесь прям очень все хорошо. Что касается регулировки, здесь есть возможность регулировать наклон вместе с ребенком. Здесь механизм допилен сейчас настолько, что у вас не будет это вызывать никаких трудностей. У многих кресел такая конструкция, но вместе с ребенком это всегда тяжело сделать. Здесь это максимально легко, насколько это возможно сделать. Поэтому вот еще у вас небольшое здесь нововведение, обновление в этой вот системе добавлено. Так, и теперь давайте по установке покажу. Изофикс и якорный ремень используют для установки. Что еще мне понравилось? Сейчас можно изофикс доставать отдельно каждый. Вообще у ремера всегда был соединен изофикс трубкой, и он целиком доставался. И один, и другой разом. Сейчас по одиночке. Это удобнее на самом деле в установке. С одной стороны достали, с другой стороны достали. Хорошо, он металлический, жесткий. И также у нас здесь есть якорный ремень. Обязательно пользуемся им, потому что у кресла должно быть две точки крепления. Сверху и снизу. Если у вас седат за подголовником, топ-тейзер, там вы увидите это крепление для крючка. Если у вас там любой другой кузов, то обычно на спинке сиденья сзади есть скобка металлическая. Поэтому закрепили, натянули. Но перед этим соответственно еще изофикс не забываем поставить. Сейчас я попаду. Производитель рекомендует, чтобы вы когда все поставили, вы меня натянули, обязательно додвиньте до конца кресла, а иначе мы не достигаем вот той стопроцентной жесткой жесткости при фиксации кресла, как рекомендует производитель. Поэтому имейте в виду, друзья. Так, собственно, добавить мне больше нечего. Это у нас топовое решение на сегодняшний день. Это не значит, что у него нет конкурентов, но если глубже копнуть, то все они немножечко ему будут уступать. Ни один вариант на рынке сейчас нельзя круче, чем эта модель. Поэтому я и очень рекомендую, если у вас есть такая возможность, это не дешевое кресло, и вы хотите все-таки купить универсальное что-то с 9 месяцев надолго, на 12 лет, то, наверное, эту модельку можно рассмотреть в первую очередь. Но получив на 90%, даже больше, чем на 90%, 95% все то же самое, что дает вам Britax, еще на рынке есть несколько моделей. Это прям вот топ-топ-топ, скажем так, а остальные, ну, чуточка выступают, но они ощутимо подешевле, друзья. Поэтому выбор за вами максимум. Вот варианты, естественно, конкуренты тоже есть. Ссылка на это кресло будет в описании. Вопросы остались, задавайте в комментариях, я на них отвечу. Ну, а вам хочу, пожалуй, сделать грамотный выбор. Всего доброго!